доброго времени суток вот такие звери живут у нас на даче сейчас просто удивительно интересная публикация вот куда они да не отправились многие думают что вот эти улитки холодные мерзкие и противные на самом деле они очень классные это садовая улитка и вот то что вам кажется что это усики на самом деле это глазки обижается на что мы трогаем за глазками у нас ручные вот такое дело а сейчас мы будем делать одну из самых интересных вещей сейчас мы будем делать посадку герицы вешенка разная цветная лимонная розовая и все остальное это все понятно но вот насчет такого вопроса как герицей такой информации нет и так первое что мы сделаем мы обратим внимание вот на этот упаковочку с мицелем эта упаковочка с мицелем скажу откровенно у меня лежит уже скорее всего может быть года даже два значит немного понимая в общем и целом что-то в грибах я понял что для именно для герицы какие-то синтетические такие условия наверное что вряд ли будут приемлемы и удобны и делал я некоторые там изыскания пробовал их как-то вырастить в общем в результате у меня ничего не получилось этот мицелий я решил сохранить немножко для лучших времен и вот эти лучшие времена настали я решил его все-таки сделать посадку значит непосредственно сейчас мы приступим к этому моменту и и сделаем соответствующую подготовку так значит вот для этого дела мы подготовили упаковку с мицелем улитки но улитки нам пусть так будут тоже свидетелями при этом судили и вот такие нехитрые приспособления тарелка и еще нужно будет скорее всего сейчас спирт сейчас секундочку вот так значит все эти изыскания со спиртом я думаю ну так чтобы у нас была спокойная душа давайте мы это сделать вот в принципе мы это все делаем в уличных условиях и особо там нам это все нужно иногда даже и навредит потому что именно вот может и эти испарения спирта которые попадут нам вот эту тарелочку наоборот нежелательно как-то повлияет на это все дело ну в принципе давайте мы сделаем протирание все такое вот что мы продезинфицируем вот здесь вот таким вот образом эту тарелочку я просто не хочу совать ложку непосредственно в саму поколка очень большая возможно придется делать еще это на одну посадку нам очень много этого материала зернового поэтому не хочу его весь измарать сейчас в этих условиях какую-то часть используем а какую-то часть мы оставим на потом для каких-то других условий так руки и что мы сделаем значит приготовил я уже место мы сейчас туда отправимся где будет сама посадка и нам нужно будет взять с собой некоторое количество мицелия потревожим и ой видите на вообще нравится этот мицелий вообще как бороться со слизнями это нет это садовые улитки хорошие улитки значит а вот слизни создают много хлопот и неприятности грибоводам когда у них начинают вырастать первые приморгии они радуются как все хорошо приморгии уже такие как грецкие орехи приходят на другой день а от них остался один пенечек и слизни к утру все сожрали значит как с ними бороться давайте мы сделаем сейчас отдельную публикацию а сейчас мы займемся непосредственно посадкой герицы и так скрываем саму упаковку пробуем это аккуратно сделать потому что она нам еще пригодится производим органолептический анализ того что у нас есть ощущается очень выраженный хороший приятный грибной запах мицелий это маточный вообще мицелий думаю что он должен быть очень мощным мы берем эту порцию знаю сколько нам понадобится если понадобится еще как вы видите внимательно обратите внимание никаких никаких мешаний затиханий туда рук предмета и что-то другого я как видите не делаю мы аккуратненько отсыпали то количество которое нам необходимо теперь завернули и заклеили дальше мы можем этот пакет отправить холодильник и хранить там до следующей посадки вот приблизительно прислушайтесь к этому мою совету и поступайте так же теперь отправляемся непосредственно к самой посадке гериция в том видео там где мы высевали жидкую культуру показала очень просто колоссальный результат за буквально за четыре дня этот результат настолько меня удивил что я резко приступил к посадке непосредственно уже зернового материала потому что у меня появилось некоторое такое понимание того как нужно это делать значит идем вот не будем мы особенно ничего изобретать видите вон там есть такое хорошее дупло сейчас посмотрим нет ли там скворца если там скворца нет то мы сделаем посадку без всяких особых фокусов вот вот значит 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 вот такая у нас так мне нужен ассистент 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 на минутку сюда сюда вот смотрите значит здесь такое природное дупло образовалась в этом древе это ложка нам вряд ли понадобится будем мы вот это дупло кормить из ложки что нужно отметить запах отсюда просто я сейчас могу упасть из этой табуретки настолько это пахнет грибом что вам не передаваемо жаль что камера не передает запах итак оператор свалился ну главное следующим образом начинаем кормить дерево дерево кормим не чем нибудь а зерновым мицелием явиться сколько туда войдет я понятия не имею дерево это не знаю я по моему забыл сказать что это яблоня и посадку мы делаем 25 посадку мы делаем 25 июня 2015 значит смотрите все предельно просто главное дерево накормить мицелием я думаю что мне в принципе особо экономить от мицелием не нужно потому что если нужно будет я его сделаю еще поэтому я буду кормить это дерево до тех пор пока не заполню все это пространство я не знаю сколько там какая там глубина но как я вижу этой тарелки явно нам будет мало поэтому сейчас мы отправляемся за следующей порцией и вот таким вот образом сейчас продолжим это делать то следит за моим каналом тот уже заметил такую меня такую привычку что я всегда использую у меня все получается потому что я всегда использую имея свои мицели я всегда использую мега дозы если под пенек мы ложим значит 400 грамм если в бревно мы ложим значит 100 палочек если в это дерево значит сейчас будем запихать столько мицели сколько туда поместится потому что из опыта я знаю особенно при посадке в марте например под пеньки очень часто или нет именно в марте повредителей еще в это время мало поэтому они мицели не повреждают под пеньком но если вы делаете посадку немного позже то начинается тот момент что именно это пахнущее грибами зерно становится очень и очень привлекательным для всей живности которая находится в грунте поэтому с превеликим удовольствием туда пробираются мыши кроты червяки летом это муравьи которые с превеликим удовольствием себе эти зерна что отнесут муравейник и будут там выращивать грибы я так себе думаю вот поэтому я всегда применяю мега дозы что даже если что-то начнет изжрать наш мицелий то пусть оно здесь подавится просто нашим мицелиям но у нас его настолько много что хватит всем и самое главное хватит для того чтобы здесь выросли то что мы высеваем там такая рыхлая среда это уже третья тарелка которой я буду кормить вот это дерево но я уже вижу что процесс приближается к завершению потому что он уже внутренне падает в это дупло а уже весь находится мицелий здесь на поверхности но само дупло очень просто огромное так нужно будет еще одна порция так ну и как вы понимаете сейчас у нас встанет открытый вопрос над которым я вот это делаю я сейчас размышляю что нам дальше будет делать с этим дуплом как-то его же нам придется здесь закрыть вот я размышляю как это правильно сделать так вот сейчас снимем ой сейчас чуть не свалился с табуретки значит крупнейшим планом снимаем вот что у нас здесь происходило туда ушло приблизительно где-то ну наверное может быть почти 2 килограмма немножко меньше 2 килограмм ушло вот в это гнездо но наверно дупло где-то вот отсюда там наверно дырка значит при любых условиях там внутри будет происходить какая-то жизнь думаю что все должно получиться хорошо я смотрю нет ли где-то дырок еще дупла или связи вот видите это огромная вот такая вот яблоня вот огромная яблоня сейчас мы посмотрим еще из другого места вот нету то есть это дупло ни с чем не сообщается то я смотрю если там будет дырка туда могут попадать слизни они сжрут вот этот мицелий ну значит не знаю хорошо это или плохо или может они вообще на себе эти мицелий разносят в природе не знаю но дырки нет значит там у нас не будет ничего происходить теперь осталось один самый такой вот интересный вопрос как это все нам дело закрыть в принципе есть одно такое вот у меня хорошее соображение взять это все просто-напросто заклеить пластилином такой вот большой законопатить но это опять же таки не совсем просто не знаю будет ли это хорошо так давайте я сейчас немножко подумаю и потом покажу что я придумал было бы не интересно если бы мы не оставим место для того чтобы можно было это все как-то следить или изучать поэтому смотрите что я придумал это будет такой иллюминатор от чашки Петри мы сейчас приделаем вот это окошечко для того чтобы можно было наблюдать за происходящим внутри для этого мы применим вот такой вот предмет садовый и сейчас будем это дело монтировать идея с иллюминатором мне очень понравилась поэтому сейчас я все-таки найду способ как его здесь закрепить и покажу как это я все сделал так я так сейчас и делаю соответственно самое главное это не бахнуть молотком по стеклу так сейчас мы будем этот иллюминатор все-таки должны сделать вот иллюминатор я стараюсь вот так аккуратненько законопатить очень тщательно в принципе цель этого всего чтобы туда внутрь не заползали именно вредители в первую очередь слизни потому что они шарятся везде здесь в саду и сейчас я буду еще снимать одно видео про предыдущую посадку жидкого мицелия и там сейчас мы эту всю картину видим наглядно поэтому я хочу законопатить чтобы у них не было ни малейшей возможности проникнуть туда внутрь ну и в принципе там чтобы ни муравей ни еще что-то другое нам не помешало произрастанию этого мицелия внутри ну очень красивый получился у нас иллюминатор просто чудесно это все у нас вышло он держится вообще на этих гвоздиках ну а дырки абсолютно герметично я должен законопатить чтобы туда внутрь не попал никакие вредители закончились наши значит все получилось начиная вот это дело я даже не знал как оно закончено закончилась она как всегда еще лучше чем я себе это представлял обратите внимание на этот волшебный иллюминатор вот здесь мы видим очень прекрасно можем наблюдать что будет происходить с мицелиям что будет происходить там внутри и вот таким вот образом мы произвели вот такую интересную просто интересную я сам сам просто в как это сказать подпечатление не забудьте за нашу предприимчивость и изыскательность поставить вот такой вот знак и не забудьте естественно подписаться на канал Фанни Машем Скул для того чтобы увидеть чем закончится наша вот эта эпопея выращивания гирицы и и и и